В мире, в котором мы живем, волшебство вряд ли существует. Но на нашей планете очень много мест, которые способны заставить любого поверить в обратное. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы увидите самые невероятные места, которые создала сама природа. Вулкан Трихнюкайгюр, Исландия Это спящий вулкан Блиссарей Кьявика в Исландии. Последний раз он извергался 4000 лет назад. Его уникальность в том, что это единственное место в мире, где посетители могут спуститься на лифте в магматическую камеру, то есть в самое сердце вулкана. Сам кратер вулкана представляет собой небольшой конус, возвышающийся метров на 35 над землей. На вершине этого конуса находится воронка размерами 4 на 4 метра. Это вход в гигантскую камеру, формой, напоминающей бутылку, в 120 метров высотой и основанием 50 на 70 метров. Одно камеры достигает максимальной глубины в 200 метров. В большинстве случаев после извержения кратер заполнен затвердевшей лавой, и это делает спуск в него невозможным. Но это место исключения. Магма не заполнила камеру, а застыла на стенах или просто опустилась назад в глубины земли, оставляя за собой уникальный природный феномен. Утесы Мохер, Ирландия На западном побережье Ирландии в графстве Клэр находится одно из самых популярных и живописных мест острова. Гряда прямоугольных прибрежных утесов, омываемой Атлантическим океаном, простирается вдоль побережья на 8 километров. Высота скал колеблется от 120 до 214 метров над уровнем океана. Они получили свое название в честь форта Мохар, который во время наполеоновских войн был разрушен для того, чтобы на его месте была возведена сигнальная башня. Вид с утесов Мохер открывается просто потрясающий, что ежегодно привлекает в это место около миллиона туристов. Скалы в основном состоят из черного сланца и песчаника. Они представляют большой геологический интерес. Здесь можно увидеть залежи разнообразных пластов породы, которые находятся на лицевой части утесов и доступны для осмотра. В 1989 году скалы Мохер были объявлены особо охраняемой природной территорией. Зачарованная река Хинатуан, Филиппины На филиппинском острове Минданау, самый южный остров страны, расположена удивительная река, известная как река Хинатуан. Здесь, по слухам, плавают русалки, летают феи, а сама река завораживает настолько, что заставляет поверить, что магия существует. Вода здесь так прозрачна, что кажется, словно купающиеся плывут по воздуху, и даже в самых глубоких частях можно всмотреться в великолепную прозрачную голубую воду до самого дна. Поверхность реки обычно абсолютно спокойна, и кажется, будто она сделана из стекла. В глубинах одной из лагун реки можно заметить скрывающие тайну прохода и впадины. Эти подводные тоннели ведут вниз в подземную систему пещер, которую в 1999 году впервые исследовал водолаз Алекс Сантос. Но основная разведка пещерной реки началась с февраля 2010 года, когда три дайвера смогли проникнуть на глубину 30 метров. Исследовать эту пещеру оказалось очень сложно и опасно, даже имея хорошее оборудование. К настоящему времени установлено, что максимальная глубина реки в этом месте составляет 82 метра. Но исследования продолжаются и по сей день. Как считают специалисты, это лишь вершина обширной сети пещер. Ледниковая пещера Ватна-Йокул, Исландия. Эта пещера поражает своими видами. Солнечный свет, рассеиваясь по поверхности льда, рисует на сводах ледяной пещеры удивительные картины, создавая иллюзию присутствия на морской глубине. Глубина подземного хода не превышает 50 метров, а ширина пещеры всего 10 метров. В зимние месяцы внутри слышен треск, вызванный движением ледника. Лед насыщенного голубого цвета лучше всего наблюдать в январе и феврале. Именно в этот период оттенки лазури, обрамленные снежным покровом, выглядят фантастически. Попасть в пещеру можно только в зимние месяцы. Узкие ледяные переходы доступны для туристов лишь с наступлением морозов. В другое время нахождение здесь может быть опасно, так как тающие ледяные своды нередко обрушиваются под снежной массой. Ленские столбы, Россия Ленские столбы являют собой отвесные скалы, сформированные из известняка, которые под воздействием суровых климатических условий Якутии, распавшись на отдельной части, образовали вертикально вытянутые скалы причудливой формы высотой от 100 до 200 метров. Тянется каменный лес вдоль Лены на протяжении 40 километров. При этом скалы находятся довольно-таки близко друг от друга, а наиболее плотно расположены между селом Петровское и речными островами Тит-Ары. Горы, образовавшие Ленские столбы, начали формироваться около 550 миллионов лет назад на месте плескавшегося здесь когда-то неглубокого моря, на дне которого постепенно накапливался известняк. Исчезла она после того, как стала подниматься сибирская платформа, формируя сложенные из известняка скалистые образования, разломы и речные долины. При этом на форму гор повлияла эрозия, в частности выветривание. Находятся Ленские столбы, а вместе с ним и одноименный национальный природный парк на территории России, в республике Саха, в Хангаласском районе Якутии, на правом берегу Лены. В настоящее время это уникальное геологическое образование входит в список чудес России и является природным памятником мирового значения. Это парадокс, если вы еще не с нами.